Динамо, вырвало победу у ЛНЗ в голевом фестивале Премьер-лиги. Киевская, Динамо, обыграла черкасские ЛНЗ в восьмом туре чемпионата Украины, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на результат поединка, Украина, Премьер-лига, восьмой тур, ЛНЗ, Динамо, 2, 4, голы, Бойко, 61, пенальти, Прядун, 90 плюс 1, Брашко, 3, Ермоленко, 72, Буяльский, 77, пенальти, Н. Волошин, 90 плюс 4, еще до старта встречи было ясно, что для преодоления редутов хозяев киевлянам придется положиться на дальние удары. Но вряд ли кто мог предположить, что это оружие сработает уже на третьей минуте. Эта Брашко решился пробить метров с 30 и роскошно уложил под штангу, динамовцы, попытались развить свое преимущество. Вот Буяльский проверил бдительность Пенькова ударом под перекладину, а выстрел Диалла Галкипер отразил в сторону. Осмелел и ЛНЗ, диагональные попытки Пасича и Хобленко просвистели мимо дальних штанг, перед перерывом дважды в эпицентре событий оказался Наумец. Сначала Венгер Черкащин классно сместился с фланга в центр и пробил под перекладину, сейв Бущана. А потом он накрутил троих защитников, но пробил мимоворот из пределов штрафной, такое завершение первой половины прибавило ЛНЗ воодушевление в начале второго тайма. Несколько интересных выпадов привели к ошибке «Динамо» в обороне, когда Караваев сыграл рукой в собственной штрафной после прострела с правого фланга атаки Черкащин. К отметке подошел Бойко и уверенно развел мяч и Бущана по разным углам, рассерженный столичный коллектив принялся задело заново. Серия атак, бело-синих, привела к двум голам в течение пяти минут. Первый стал следствием индивидуального мастерства Ермоленко, который в фирменном стиле подработал мяч под левую и пробил в дальний нижний угол. Буяльский реализовал один надцатиметровый зафол против Дубинчика, финальные минуты запомнились открытым футболом. «Динамо» пыталась довести счет до разгромного, а футболисты ЛНЗ это и дело норовили поймать киевлян в контратаках. Удалось на первой добавленной, когда Прядун головой замкнул навес Наренкова. Но, бело-синие, ответили своим голом, молниеносная контратака киевлян завершилась передачей Бенита Волошину на пустые ворота, больше команды не забивали. Команда Мерчелу-Ческу поднялась в топ-4 премьер-лиги, 12 очков, и благодаря матчам в запасе остается теневым лидером первенства. В свою очередь ЛНЗ пока остановился в середине турнирной таблицы УПЛ, 7 пунктов, к слову, накануне «Черноморец» разгромил «Александрию», на выезде, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.